Памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел наших земляков был посвящен митинг у мемориала, установленного на территории Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Отдать дань благодарности тем, кто геройски погиб на боевом посту в мирное время, собрались сотрудники и ветераны полиции, представители районной администрации, главы поселений, близкие погибших. После торжественного выноса знамени благочинный церкви «Щелковского округа» Андрей Ковальчук совершил панихиду по усопшему. Затем гости поздравили полицейских с профессиональным праздником. Большое вам спасибо от администрации «Щелковского» и муниципального района. И пожелаю вам, чтобы у вас больше было светлого людей, чем серые будни и поработали. Мне сегодня от имени Совета депутатов «Щелкова», от своего имени, от имени горожан хочется выразить сердечную признательность и благодарность родственникам. Ребят, которые отдали свои жизни ради того, чтобы мы сегодня стояли с вами в этом строю, вспоминали о них. Сегодня от лица «Щелковского районного отделения» террористической общественной организации ветеранов боевого братства я хочу вручить медали за мужество и отвагу участникам антитеррористической операции 1-й чеченской и 2-й чеченской кампании. Особая дата для тех, кто потерял своих близких при выполнении ими служебного долга. Воспоминания отзываются болью невосполнимой утраты. О сыне Дмитрии Замяткине, геройски погибшем 19 февраля 2004 года при задержании преступников недалеко от станции «Щелково», рассказала его мама. Этот мальчик был до такой степени скромным, добрым, отзывчивым. Я никогда не слышала от него какого-нибудь грубого слова. Он очень любил свою младшую сестру. Они так сильно дружили, вспоминая о нем, я все время думаю, что, наверное, бы иначе он бы не смог поступить, как он поступил вот в этот день, когда он погиб. Зная о том, что преступники вооружены и особо опасны, Дмитрий, будучи в составе группы немедленного реагирования, ни секунды не сомневаясь, бросился вдогонку за нарушителем. После первого выстрела преступника он не остановился, а продолжил преследование. Он подавал сигналы о предупреждении «Стой, буду стрелять!» Ну, прозвучал второй выстрел, и второй выстрел именно был роковым. Он умирал, к сожалению, у меня на руках. А дед, это не забывается. Он погиб, но в памяти он остался символом мужества и отваги. «Герои наших дней. Именно так мы называем тех, кто в мирное время добровольно выбирает профессию, чтобы даже ценой своей жизни бороться со злом, защищать ближнего, чтобы мир стал лучше и чище. В завершение все участники митинга возложили венки и цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга». Ольга Оржанова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».